Братья и сестры, продолжаем нашу тему «Искупление». Как вы уже поняли, это очень обширная тема, это очень важная тема в богопознании и познании нам, самих себя. Кто мы? Какое положение мы занимаем перед Богом в данный момент? Можно говорить о том, какое положение церкви, как сам Бог на нее смотрит. Друзья, это великая церковь – это полнота Господа нашего Иисуса Христа. Мы об этом говорили. Бог ищет себе на земле поклонников в Духе Истине, и Он нашел. Это мы. Слава Ему. Но мы еще на пути. Я прочитал текст сегодня, 22 главы Откровения. Святой доосвящается еще. Будьте святы, потому что я свят – это наша цель, это наше стремление, потому что написано «Старайтесь иметь мир со всеми, и святость, без которой никто не увидит Господа». Святыми не рождаются, святыми становятся. И вот этот процесс духовного восстановления нашего мы с вами рассматриваем для того, чтобы иметь духовное укрепление в Господе нашем Иисусе Христе, чтобы мы были, как написано, «Слово Божие пребывает в вас, вы сильны, Слово Божие пребывает в вас, и вы победили Лука». Очень много искушений. Трудна эта борьба, которую мы испытываем, она еще не закончена. Вот как мы пели сейчас. Чонпой у цели – мужайся, мужайся. Мы вчера говорили о том, что Дух Святой при нашем искренном сердечном покаянии, сокрушениями в виду покаяния в истинном понимании смысла этого слова, то Дух Святой, когда кровь Христа Иисуса очистила нас от всякого греха, Дух Святой внутрь нас живет, тело становится храмом, живущего Святого Духа. Происходит то, что когда-то Христос в беседе с Никодимом говорил, что «должно вам родиться свыше», тот ничего не понимает. Христос объясняет ему, что рожден от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Я прочитаю в первом послании к Иеринфянам, в 12 главе, такие слова. 12 и 13 стихи. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос, ибо всем одним Духом, крестились в одно тело, иудеи, или елины, рабы, или свободны, и все напоены одним Духом». Времени для дискуссии не остается. Но если бы задать вопрос, что значит в этом тексте такое слово, рассуждение, что все крестились в одно тело, членов много, и дальше слово «так и Христос». Братья и сестры, Христос как Личность, Искупитель наш пришедший, «Пострадал, умер, воскрес, вознесся на небо». Вот слово «Христос» как Личность, сюда отношения не имеет к тексту. Здесь Церковь названа Его именем. Под словом «Христос» следует понимать Его тело, Его Церковь. Он Христос, а мы Его тело. Поэтому мы с вами носим Его имя. Мы христиане. Мы не составная часть так называемого христианства. Слово «христианство» пишется с маленькой буквы. Мы не составная часть христианства. Мы не протестанты. Мы с вами тело Господа нашего Иисуса Христа. Слово «христианин» упоминается в Новом Завете три раза. И оно каждый раз пишется с большой буквы, потому что от имени собственного, от слова «Христос», «Христос» названа Церковь, Его тело. Оно упоминается так. Ученики в Антихии первый раз стали называться христианами. Арифа говорит, ты немного не убеждаешь меня, сделался христианином. Тоже написано. Деяния апостолов с большой буквы с христианином. И еще апостол Петр говорит, что если как христианин страдаешь, то не стыдись, но проставляй Бог за такую участь. Третий раз упоминается. Вспоминается каждый раз с большой буквы заглавной, потому что Христос. Христос – глава, а мы – Его тело. Мы – Его тело. И здесь написано, что тело из многих членов состоит, но все мы одним духом крестились в одно тело. Получая рождение свыше, Дух Святой погружает нас. Напоенный все одним духом, мы крестимся, погружаемся в одно тело. Дух Святой созидает. Христос сказал, я создам церковь мою. И созидание это происходит, процесс мы уже этот рассматривали, как происходит наше рождение свыше. Но, как апостол Петр говорит в своем первом послании во второй главе, «Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное благо, дабы от него вам возрасти во спасение». Слава Богу, что мы имеем это, и это только начало пути. И очень важно, вот каждому из нас. Не просто так вот, ну вот написано, я верю. Как Марфа говорит, Христос говорит, воскресенье брату, а она говорит, написано, я знаю, воскресенье, воскресенье правильника. Да вот теперь воскресенье. Если будешь веровать, увидишь славу Божию. А вот этого не хватает. Братья и сестры, мы тоже имеем порою головное знание такое. Написано, ну и так многие отвечают, ну и так написано, я так верю. А вот личного общения с Богом, личного доверия Ему, доверия Его Слову. И не просто, я уже говорил об этом, верить в Бога, а верить Богу, это разное. Так вот, братья и сестры, давайте немножко посмотрим на самих себя. Есть ли у нас в нашей жизни то, что свойственно всем рождённым свыше. В истинном понимании этого слова. Такой пример, Ивановский. Вот Сау, он не просто исполнил зло, он дышал этим. Он дышал угрозами, убийствами. Вот такой человек приближается с этими письмами. Ужасный человек. Вероятно, много верёвок несут, потому что пришёл вязать и доставлять в Иерусалим на истязание. Вот он такой человек идёт. И приближается к Дамаску, его осиял свет, он упал. Ну, мы знаем, как это происходило, но нам нужно вот что дальше. Анания в Дамаске Божий человек. И Бог говорит ему, что ему делать дальше. Павла привели, а теперь что-то нужно делать. В Дамаске был один ученик имени Анания, Господь в видении сказал Анания, он сказал, я, Господи. Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу, так называемую, прямую, и спроси в Иудином доме Торсянина по имени Савла. Он теперь молится. Естественный процесс. рождается ребенок, мальчик или девочка. Но этот ребенок возвещает окружающим-то, маме и всех, кто там рядом, он возвещает своим криком, что он жив, что он родился, что он пришел в этот мир. Да, ему, может быть, там неуютно, это не так. Важно сейчас рассматривать, но первое же главное, это он кричит. И если ребенок, родившись, не кричит, делают ему так, чтобы он закричал. Я не уроки по акушерству преподаю. Вот. Но делают, чтобы он закричал. И когда он закричал, у него раскрываются легкие. А если легкий не раскроется, он через несколько времени погибнет, умрет. Братья и сестры, иди, Ананя, иди, не бойся этого изверга, бывшего уже теперь. Не бойся. Он теперь молится. Первый, дорогие братья и сестры, признак рожденного свыше, это начинается наше общение с родившим нас. Общение с Богом посредством молитвы. И это не угнетение себя. Не то, чтобы заставлять себя, ох, надо молиться. Это потребность. Братья, я хочу попутно сказать. Вы все члены церкви. Я вот беседую с некоторыми, кто-то уже там и пять лет есть. Молодые братья. Но вы молитесь за обедом молитвой, которая вас научила мама в трехлетнем возрасте, когда вы были. Господи, благослови пищу, Господи, благослови пищу. Это детская молитва. Я думаю, что пора Господу несколько больше сказать. Несколько предложений коротеньких еще добавить от сердца исходящих. А это молитва трехлетнего мальчика, которая научила мама. Ну, хорошо, что вы скажете, написано, за все благодарите, мы благодарим. Ну и слава Богу, что вы благодарите. А я сказал, что надо немножко так развиться в этой молитве благодарения Богу. Он теперь молится. Естественный процесс. Когда рождается ребенок, у мамы уже готово питание для него. Братья и сестры, Бог предусмотрел о нас, что когда мы имеем рождение свыше, нам необходимо теперь духовное питание, я уже сказал, возлюбите чистое словесное молоко. Его нужно не просто Евангелие, Библию, надо не просто читать. Христос сказал, исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную. прочитаю из шестой главы Евангелия от Иоанна. Некоторые ошибочно понимают, даже вот уже и верующие, члены церкви, ошибочно понимают, что здесь речь идет о вечере Господне. Здесь от вечерей Господне нет ни одного слова, потому что это слово было сказано иудеям. И вот как оно звучит. Я есть хлеб жизни, я хлеб живой, шедший с небес, я дующий хлеб себе будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Вспоминайте об искуплении мы говорили, как это происходило, плоть отдаю. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Иисус же сказал им, истинно, истинно, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его последний день. Ибо плоть моя, истинно, есть пища, и кровь моя, истинно, есть питье. Ядущий мою кровь и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. А теперь вот раскрывается смысл выше прочитанных слов. Как послал меня живой Отец, и я, говорит Христос, живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Сей то есть хлеб, шедший с небес. А 63-й стих говорит так. Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю я вам. Суть, дух и жизнь. Мне пребывал крещение один наш старец, служитель. Он уверовал в 1910 году когда-то. Потом ему за его служение давали два раза расстрел. В общем, 35 лет сумма сроков, которые давали. В 1948 году судили. Высшая мера наказания заменили 25 годами работ в исправительных лагерях. Ну, это так, немножечко. И вот он рассказывал свой опыт. Я, говорит, когда уверовал, мне так хотелось вот слово Божье знать больше и больше. вот как-то он в Петербурге уверовал, в казаках служил, в царской армии. И вот я, говорит, ложился и Евангелие клал под подушку. Ну, так понимал, что вот даже ночью и Словом Божьим вот оно будет ему там переселяться. Ну, это опыт не такой, чтобы ему подражать, или совсем так. Нужно читать слово, тогда оно вот будет входить туда. Я скажу вам свой опыт в этом отношении. У меня не получается заучивать, вот, учить тексты. Хорошо, у кого-то получается, могут главами, говорят, у меня не получается. Но я очень много знаю на память, вы, наверное, это замечаете. И не потому, что я это все когда-то зубрил, учил. Процессы многократного повторения чтения, оно все вот эти слова, слова, которые, говорю, дух и жизнь, эти слова, они входят через разум и оседают здесь. А в нужное время, если туда вошло, в нужное время они выходят. Знание для проповедника, кстати, братья, очень важно, три таких момента, чтобы у нас всегда было. Это знание Священного Писания, призвание, что это твой труд, что ты должен понимать, что ты призван на этот труд, и вдохновение. И очень важно, чтобы мы всегда молились об исполнении Духом Святым, когда мы приступаем к труду. Мы крещены Духом Святым, я уже сказал, читали это местописание, но нам необходимо, подобно, как апостолы в день Пятидесятницы, они сначала были крещены Духом Святым, о чем было знамение огневого языка над головой каждого из них, а потом через время, когда собрались люди, и они поняли, им нужно теперь выходить к народу, и написано, что исполнились Духа Святого, то есть к тому, что они получили, они получили еще дополнительно, и как в седьмой главе Иоанна написано, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой, сие сказал он о духе, которого имели принять верующие, то есть крещенный Духом Святым, запечатленный, помазанный, имеет залог Духа Святого, имеет свидетельство Духа Святого, это личное, это то, чем мы с вами живем, мы им живем, мы им движем, им существуем, он наполняет нас, и мы им живем, но Бог призвал нас не только к чистой и святой жизни Богоугодной, Бог призвал нас к тому, чтобы мы и святили в этом мире, и были письмом Христовым, и были солью для окружающих, а это уже нужно как-то являть Бога через себя, это нужно быть, может быть, немым свидетельством чистой Богоугодной жизнью, это может быть, проявиться в нашей жизни, через Слово, которое мы проповедуем людям, это должно проявиться через нашу святую Богоугодную жизнь, но через добрые дела, Бог создал на добрые дела, которых надлежит нам исполнять, и так досветит свет ваш предлюдьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца Небесного, то есть вот это должно быть проявление наружу, присутствие Духа Святого внутри нас. Если вот мне бывает приходится так вот беседуем и вот как происходит исполнение Духом Святым? Я произвожу один такой химический опыт на глазах у всех. Я беру тарелочку, ставлю туда стакан, допустим, хорошо, прозрачный сосуд и до какой-то степени водой наполненный стоит. Я говорю, вот это вот каждый из нас. А у меня попрошу, принесли еще сосуд с водой. И я начинаю наполнять этот стакан. Наполняется он и настолько наполняется, что уже перелилось полно и через край выливается. Наполненный Духом Святым сосуд, а когда исполнен Духа Святого, тогда переливается, как я напомнил из 7 главы Иоанна Литриана. Братья и сестры, это очень важно, чтобы в нашей жизни было и как можно чаще повторялось. Потому что мы у Господа искупленные, крещены Духом Святым, освященным, имея все, мы становимся сосудом благопотребным Владыке на доброе дело. Нам нужно это все исполнять, это все должно быть. Бог начинает употреблять нас. И вы, наверное, имеете такой опыт в себе, что побуждает вас Господь в какой-то момент к свидетельству, вот, чтобы что-то сказать людям о Боге. Я вспоминаю один такой случай, был я давно, это было в Ковеле, были занятия, семинар, занимающийся с детьми, меня пригласили туда, вот, для подобных занятий о догматики, там, сатология последняя, значит, часть. Ну и вот еду домой. Билет у меня был, ночью было, а проводник много людей посадил, ну, чтобы, это еще Советский Союз был, чтобы иметь денежки. Ночью ревизоров не бывает, много людей в вагоне, место вроде есть, но свободных мест нет, сидеть даже нет, ну, уселись, едем, ну, что ехать, ни дремоты, ничего такого, ну, и люди тоже так вот сидят, и Господь побуждает вот тому, чтобы, ну, самое трудное было овесии, братья, сестры, какой момент, самое трудное было овесии начать, самое трудное это начать, вот, как только преодолеешь вот этот какой-то страх, такой, войсень, какую-то, какое-то неудобство, как только преодолеешь, дальше все будет хорошо, ну, вот так вот началась беседа, муж и жена, молодые ехали, ну, им так, может быть, до 30 лет было, ну, едем, разговариваем, так, все хорошо, подарил им Евангелие, потом уже люди так сходят, сходят, пошли отдыхать, уже есть возможность, ну, вот так вот закончилось это все, вроде как, ну, вот Бог так устраивает, прошло несколько лет, я уже об этом и забыл, таких эпизодов в жизни много, я уже об этом забыл, однажды в Ростове проповедую, пятница была, после собрания подходит одна сестра, так уже теперь скажем, и говорит, а вы меня не узнаете? Не узнаю, я не узнаю, нет, правда, вот посмотрите, вы не узнаете? Не узнаю, она говорит, а вы помните? Вот, вот такой случай, вот это вот, что я рассказал, я рассказываю, я говорю, сейчас вспоминаю, а вы нам Евангелие подарили, помните? Помню. Ну, что она сказала, вот мы с того дня, потом мы приехали, нашли собрание и так далее, братья и сестры, тут моего нет ничего, это и вы, и все мы так вот, но я что хочу сказать, это как пример, Бог иногда создает определенные условия для тех людей, которые имеют принять, имеют принять такой вот настрой, Слово Божие, им не хватает вот этой веры, которая от Слова Божия, они, может быть, верят, что Бог есть, но им нужно еще, и Бог создает для них условия, чтобы кто-то где-то когда-то им засвидетельствовал, вот почему нам нужно открывать уста, а когда мы откроем уста и будем молиться, чтобы Господь благословил, дальше действует Господь, дальше мы только сосуд, я вот это пример привожу, тут дальше ничего нашего нет, хвалиться нам нечем, нечем хвалиться, но если Бог употребляет нас, Он крещенных Духом Святым исполняет для этого свидетельства и бывает успех, мне 72 года, я еще в хоре пою, редкий случай, да, но пою, соло-баритон это мое, но вы знаете, хоть стихотворение расскажу, хоть на проповедь выхожу или соло, вот если я не помолюсь, я что-то там не так, какой-то диез возьму или еще что-то, вот, но если я молюсь, Господи, вот помоги мне прославить тебя, вот петь предстоит, и вы знаете, все хорошо получается, если мы, братья, молимся, у вас этот опыт есть, я просто ваш повторяю опыт, у нас всех одно должно быть, если мы выходим, проповедуем и молимся, чтобы Господь исполнил Духом Святым, ну, конечно, Он это сделает, и наша проповедь будет успешна, и Бог благословит. Братья и сестры, вот такая должна быть наша жизнь, смотрите, мы крещены, мы духовно питаемся, Бог употребляет нас для свидетельства признаки рожденного свыше, молится, читает Слово Божие, стремится в общение и не эгоист, не только для себя, он старается сказать другим, иди к своим и расскажи, что сделал с тобою Господь и как помиловал тебя. Вот это цель, одна из целей, восьмая глава Ивана говорит Иоанна, помилованная грешница, никто не осудил тебя, никто Господи, и я не осуждаю тебя, и дальше, программа на всю жизнь, иди и впредь не греши, святой доосвящается еще, мы прочитали, иди и впредь не греши, будь святой, но, чтобы Бог святых употреблял на святое благое дело, благовестие и служение. Если в нас есть вот эти святые чувства, если достигают для нас вот эти побуждения от Господа, и мы отвечаем, и мы идем, братья и сестры, это признак рождения свыше, признак, что в общении с Богом находится, послушен Господу, он производит в нас чувство действия, хотения по своим благоволению, это каждый из нас имеет опыт, вот сейчас вот вы можете слушая, рассуждать примерно так, а во мне это есть, братья и сестры, и в общении со святыми мы обретаем навык такой, нам хочется любить того, кто повстречал нас, свойственно детям любить родителей, это естественно, что дети расположены, и они любят своих родителей. Мы любим Господа, родившего нас, восхотев, родил Он нас, а что касается следующего этапа, любящий Бога, рожденный от Бога, любит и других, которых также возродил к новой жизни Бог. Тело Христово созидаемое, оно одним духом напоено, и в каждого из нас любовь излилась в нас духом святым. Любовь. И любят, любят братья и сестры друг друга, потому что любят Господа. И в единении церкви, в любви друг к другу проявляется вот это свойство, доказательство, что это все рожденные свыше, напоенные одним духом. Есть еще ряд таких признаков, вы их можете тоже, да, это вот только как начальная мысль, я к завершению сейчас не приведу ее, но хочу сказать, исследуя Писание, вы можете найти для себя очень много подтверждения «Я Дитя Божье». В нашей жизни бывает, ну, так скажу, не только взлеты, но, к сожалению, бывают и падения. Интересно, когда мы читаем вот послание Иакова, он говорит так, третья глава, «Братья мы, немногие делайте учителями, значит, что мы подвергнемся большему осуждению». Некоторые не хотят, читают, значит, ну, братья, беседуем с ними, чтобы проповедовал, пора уже, он говорит, берет это местописание, говорит, написано, немногие делайтесь учителями. Делайтесь, то есть, сам себя делаешь, или Бог призывает тебя, это разный смысл. Сам, конечно, делаться, это опасно. А если Бог призывает, то отвечай на призыв. Братья, не мной делайте с учителями, значит, что мы подвергнемся большему осуждению. И второй стих, «Ибо все мы много согрешаем, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Пишет Иаков, что он, может быть, и себя не отделяет от всех. Все мы, говорим, все мы много согрешаем. Ну, допустим, если бы задать вопрос сегодня и сказать, или вы бы мне сказали, мы согрешаем, или вы мне спорите, а ты, я и вы, мы все одно, мы одно тело во Христе, напоено одним духом. Но, к сожалению, все мы много согрешаем, кто не согрешает в слове. Этот человек совершенный. Вы, даже, если у вас идут неправильно часы, и кто-то спрашивает, сколько время, вы говорите полдевятого, уже без двадцати девять, вы говорите неправду. Правда, да? Ну, мы этому значение особо не придаем. есть грех к смерти, есть грех не к смерти. Это тоже интересное рассуждение и связано с неправдой, братья и сестры. Вот, что же делать, что же делать, если согрешил? Дух уныл, как в 142-м псалме написано, и уныл во мне дух мой, а не мела во мне внутренность моя. Что же делать, если вот пришел в такое состояние, состояние печали, уныния, согрешил, лишился силы, нет дерзновения, что же делать, братья и сестры? Вот если согрешил и находишься в печали о себе, это уже хорошо. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Вот, согрешивший испытывает чувство такой неловкости, чувство стыда. ну, согрешил и прилюдно. А если кто-то из братьев и сестер был свидетелем при этом? Ну вот, а теперь знаете что? Вот есть таких два момента в жизни. Отчего стыдно, отчего неудобно согрешившему христианину? Или у него чувство стыда, что его увидели и теперь будут о нем говорить? Или он сник пред Богом Господи виновен я? Разное, да? Чувство. И когда никто не видел, ну, не видел и не видел, знаете, из обвеню порой предают, никто не видел, никто не скажет. Дух Святой обличал, не внял его голосу, ну, и так живет. А если кто увидел, начинает обличать, говорит, ну, тут уже деваться некуда, надо каяться, обличай уже. Ну, если каяться, если тоже хорошо. Но хочу сказать, вот, речь-то ведь идет о том, о нашем внутреннедуховном человеке, когда вот мы согрешаем, что же дальше нам делать. Было время, я грешник, повторяю то, что мы уже изучали, я грешник, Дух Святой меня обличил, я покаялся, ну, и все-все хорошо так, я Дитя Божье, и вдруг я впал в искушение. Борьба постоянно, не зря Христос сказал, я создам церковь, и врата ада не одолеет его. Этот дьявол и сатана, он то, как ангел света, то, как левры, как в одном створении такие слова есть, впереди крик нельзя, позади воротись, и тиха лишь тропа уходящая вусь. Братья и сёстры, вот это христианин натиск этот испытывает. ну и согрешившись. Что же дальше делать? Мы уже сказали, совесть, чувство, неловко, стыдновато, там, ну, разные причины сказали, ну, что же дальше нам необходимо делать? Искупитель, вспомним, мы в первый день упоминали это место, с этого начали рассуждение об искуплении, 19 глава книги его 25 стих, он еще тогда это знали, а я, говорит, знаю, Искупитель мой жив. Мы знаем, что наш Искупитель жив. И Христос Иисус, Искупитель наш, Спаситель мира Христос, и наш Искупитель жив. Воссел одесную Бога, для чего? Какое служение, братья, вопрос задаю, погромче, только ответь, чтобы я услышал, какое служение Христос совершает сейчас в небе? Пожалуйста, ответ. Будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас, Он первосвященник нашего исповедания. Он первосвященник. Я прочитаю из послания к римлянам. Написано так. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Умер, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы, мы об этом говорили, об оправдании, будучи оправданы кровью его, поняли это верою, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то, тем более примирившись, спасемся жизнью». Два глагола в разном времени, да? Смотрите, «Христос умер за нас, когда мы были грешниками, посему, тем более, ныне, будучи оправданы кровью Его, это у нас было, это у нас есть, а в будущем времени спасемся им, им, Христом, спасемся им от гнева. Бог сотворил, написано в Послании Фессаленкин, Бог сотворил нас не на гнев, но к получению спасения, но гнев придет. Это дни судные, гнев придет на всех людей, но Бог нас определил не на гнев, это удел не наш. Мы спасемся им, то есть Христом, спасемся, но мы уже спасены, спасены, но спасемся от гнева. Будучи врагами, примирились с Богом смертью сына, тем более примирившись, спасемся жизнью его. А теперь прочитаем послание к евреям. Третья глава. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Братья сестры, кого мы больше знаем? Какого Иисуса? Посланника или первосвященника? Посланника. И мы испытываем, мы это все об этом размышляем, говорим, о посланнике с неба Иисусе. Мы говорим благой вести, возвещая, проповедуя, неверующим, верующим, везде мы говорим, мы проповедуем, как напитали, мы проповедуем Христа какого? Распятого. Это посланник. И, слава Богу, мы его хорошо изучили настолько, что говорим другим без ошибок. Но вот необходимо нам еще понять его как первосвященника исповедания нашего. Братья и сестры, спасенные посланникам, мы не дойдем до конечной цели, если мы не поймем его же как первосвященника и его служение, которое служит сегодня, его служение, служит нам во спасение. Вы помните, наверное, из Писания одежду первосвященника в израильском народе, одежду Аарона. Помним, да? Вот смотрите, его облачение Риза, Парех, Риза, Ефот. Ну, это что-то такое наподобие вот как сестры на кухне работают, вот у них вот такое вперед не спадает и назад не спадает, вот завязывают. Ну, я не говорю, что это то же самое, но такое вот поверх Ризы одевалось. И здесь у него нарамники, знаете, что такое нарамники? Ефота. Это то, на чем Ефот это держится. Это как вот, если, знаете, вещевой мешок или рюкзак, вот эти лямки, вот, они на плечах. Дальше там 20 килограмм груза, но это все на плечах посредством вот этих лямок, вот это, нарамники называлось. А вот прикреплено нарамниках, вот здесь, слева и справа, было два драгоценных камня оникса, он их такой, знаете, молочный блеск такой у этих камней. И шесть семен здесь, сынов в Израиле и шесть имен здесь. И это значит, что священник, или первосвященник Аарон несет на себе всего Израиля. Это обозначало. Все двенадцать колен, все двенадцать имен первосвященник несет на себе. А здесь у него наперсник судны из определенного материала, там, гнездышки золотые и в золотые гнезда вправлены двенадцать камней и на них, как вырезают на печати, тоже двенадцать имен сынов Израилевых. На перстнях судны. Первосвященник не только несет на себе всех, но здесь на груди у сердца у него вот такая близость суд сынов Израилевых. Он судья, он первосвященник и он это несет. Бог взыскивает, что-то грешит, что-то что-то делает, что-то неправильные мысли, что-то там такое, но первосвященник Иарон всегда несет на себе. А что еще на головном уборе, кидар называется, там впереди прикреплена такая полированная золотая дочечка написана святыня Господня. И вот сказано об этом и понесет Аарон на себе недостатки приношений сынов Израилевых ими посвящаемых. Не вычислил десятину по закону, не вычислил, не смог. Еще что-то такое, слукавил где-то жирный самец в стаде, жалко его отдать и что-то такое подешевле. Вот такое обещал много, сделал мало. Что-то сказал, что-то не выполнил. Недостатки такие приношения. Мы иногда так, знаете, равнодушно мимо этого проходим. А написано, что и там даже Аарон на себе нес. На этом мы закончим. Бог будет милостью. Дальше продолжим завтра, если живы будем. Сейчас помолимся. Продолжение следует...